Махмур! Иска! Иска! Пошли, я считаюсь. Мы с Абасом вместе живем. Говорили, что нужно повторить уже в 2001 год. И были такие цели. Смотрел Абасу же выиграл. Но схватка была очень тяжелая, честное слово. Как тебе удалось достать Иналбека Шириева? И как тебе удалось самое главное выстоять? Это было очень сложно и честно. Ему тоже спасибо за эту схватку. Очень тяжелая. Надеюсь всем болельщикам тоже понравилось. Всем спасибо. В тот момент, когда был близок к душе. Я только поборолелся. В тот момент, когда был близок к душе, Курван. Не мелькнула мысль, что все? Честно, ни на секунду не мелькнула. Был такой тяжелый. Я не чувствовал, что оно было на верху. Но, как мои говорили, с головной бороться до конца. По полной выложился. Все возможное сделал. Инструкции тренеров за последние секунды до финала. Слышал инструкции тренера? Я всю схватку слышал. И мы тоже спасибо. Он именно это подсказывал когда-то за 10 секунд до конца? Все-таки набрал решающие баллы. Основном, чтобы я не остановился. Работу не остановился. Я начал искать. И в конце удалось собрать. В Румынии был когда-нибудь? В Румынии сейчас надо быть. Голова не гудит от таких валидольных поединков? Я старался быть спокойным. По-моему, я верил на него до конца. У него получалось. Он больной. Вот сейчас он борется. Он больной. Вот сейчас он схватку сделал. Он сухой даже не спотел. Фурбан? Да. Но желание победить. Молодец, молодец. Я же говорю, я боюсь его хвалить уже. Больше хвалить не буду. Пожалуйста, фотография на память. Интервью с президентом борцовского клуба «Искра» Русланом Сахиулиным. Как раз с высоты своего высокого роста и с высоты позиции клуба «Искра» какие эмоции испытываете после невероятной просто победы Курбана Шараева? Честно сказать, пора было Курбана уже. Реализовывается? Да, да. Все поставить на свои места. Сомнений лично у меня не было, если честно. Поэтому очень рад, что так все получилось. И за Курбана очень сильно рад. Он тоже заслуживал от победы, мне кажется. Одинбек наш брат, но хотелось уже, чтобы Курбан доказал и, как сказать, чуть-чуть реанимировал свою карьеру, потому что подряд пару выступлений удачных. А сейчас, ну, в общем, все получилось, как планировали мы. Это вы сейчас так уже спокойно об этом рассуждаете? А вот так ли все спокойно было во время его поединка? Или все-таки нервы пошали? Нервы были, но вокруг ребята сидели и говорили, что все будет хорошо. Подождите, подождите. В общем, так все и получилось. Какие главные отличительные характеристики Курбана Шираева? Какого его... Характер, характер, характер. У человека характер есть, как бы он к своей цели идет. И от него всегда ждем победы. Бывает, получается, бывает, не получается. Но по самоотдаче к нему нет вопросов никогда. В чем бы вы хотели, чтобы он еще прибавил, для того, чтобы он обрадовал ваш глаз на самом высоком уровне? Это уже к Махмуду. Вопрос к Идрисовичу. Ну, там ему сейчас задают вопрос. А вот на ваш непрофессиональный, допустим, взгляд. Что бы вы еще хотели в его борьбе увидеть? Трудно сказать, трудно сказать, если честно. Слава, все обрываем. Уже сейчас эмоции немного повлеглись. Уже успел примерить на себя золотую медаль. Третью по счету на Иргинском турнире. Как сказал ты, вы с Аббасом устроили золотую комнату. Он сначала победил, потом передал тебе эстафету. В этот же день победил и ты. Все как в 2021 году. В 2021 году, да. Да, как в 2021 году. Ну, однозначно, как видите, очень тяжело сложился финал. И так это я ожидал. Так как мы в какой раз не встречаемся. Последние две встречи им проигрывал. А сколько раз ты побеждал его? Честно сказать, даже не помню. Ты больше побеждал или проигрывал? Я не знаю, или 3-3 счет, или 3-2 в его пользу был. До этой схватки? До этой схватки. Ну, какие проблемы, вот сейчас уже проанализировав немного свою схватку, сумел создать тебе на протяжении всего поединка Иналбек Ширеев? Что было самым сложным? Ну, определенно не могу сказать. Сама схватка была сложная, так как он тоже очень гибкий, вязкий борец. На секунду нельзя расслабляться. Тем более, в первом периоде, что такой опасный момент получился, где я дал два балла и еще два балла. Чуть не накрылся на туши. Ну, однозначно напряженная, очень тяжелая схватка была. Можно его назвать самым своим неудобным соперником? Или есть кто-то более неудобный? Ну, на сегодняшний день он самый неудобный соперник. На основании вот этого опыта Ярыгинского турнира и конкретно схватки с Иналбеком Ширеевым, над чем еще есть понимание работать вот в преддверии старта чемпионата Европы, на который, возможно, поедешь? Работать? Ну, вот мы с тренером обговорим, посмотрим, что не хватает, что нужно сделать, где разгрузку, где еще что-то прибавить. И определенно не могу сказать, на чем работать. Ты уже был победителем чемпионата Европы весовой категории до 65 кг. Сейчас ты борешься в 70 кг. Кого бы выделил на европейской арене в этой весовой категории? С кем придется сложнее всего? Сложнее всего я определенно не могу сказать. А если выделить кого-то, это из Молдовы, мой друг Рахмейс. Он как раз мне вчера писал. Что писал? Типа, ну, приветствую тебе, удачи в финале. Он меня поздравлял. Он мне Новый год писал, поздравлял. Я ему говорил, дай Бог, типа, в финале на Европе увидимся. И он вчера писал, типа, удачи в финале. Надеюсь, как мы планировали, так и получится. Папа, мама, писали что-то? Звонили перед финалом? Да, только и перед финалом писали. И вчера ночью долго с отцом разговаривал, что-то анализировал, что-то, как. И вот сейчас тоже как раз это делали. Традиционно якутское приветствие. И вот сейчас тоже с ними созванивались, так короткий диалог сделали. Они очень сильно болеют, переживают. Говорит, заставил, конечно, понервничать. Самое главное, что, ну, удалось победить. Гаджима Григорьевич Рашидов сказал, что ты больным выходил на эту схватку. Это так? Говорит, сухой весь. Я вообще не потел. Я не знаю, что со мной. Вот все пять схваток я чуть не потел особо. Но, мол, я сказал бы, температуры не было. Можно сказать, что это была с одной стороны, ну, как одна из самых ярких твоих схваток за последнее время, а с другой стороны одна из самых тяжелых. Вот именно и по самочувствию. Вот. И все очень долго как-то, да. Мы очень долго ждали финальную схватку. Там были какие-то проблемы у организаторов там с табло и так далее. И там сколько-то три часа где-то ждали. И потом сама схватка очень тяжелая. Тем более на второй день тяжело бывает бороться заново, разминку все делать. И сама схватка, как видите, очень напряженная. Я практически всю схватку проигрывал. И удалось дожать и победить. Но ты, Вячеслав, сам говорил, что если ты проигрывать, будешь интереснее. Я же тебе вчера сказал, что это однозначно схватка не будет с маленьким счетом. Ну, это, конечно, очень напряженная схватка. Я от себя хочу тоже сказать. Хотел бы поблагодарить тех людей, которые меня поддерживают. Ну, всегда. Это Маханова, Саид Пашу, Дарвичевича. С ним тоже как раз недавно разговаривали. Спасибо ему большое. Амар Магомедовичу, спасибо большое. Я стал президентом спортивной борьбы Дагестана. Сейчас ему большое спасибо. Он уже с какого года нас поддерживает. Также Руслану Альфридовичу клубу «Искра». Большое спасибо. И за то, что нас поддерживают еще с какого года, как создали. У меня были небольшие свадки, но эти люди были рядом со мной. Также Идрису Гаджибекову «Моденстрой». Все, кто как-то меня поддерживает, я им очень благодарен. Ну, однозначно родители, дядьки, они всегда в сердце. Им тоже спасибо большое. И что-то самое интересное связанное с Ергинским турниром? У тебя шестилетняя история выступления на этом турнире. Что? Что самого запомнилось, запоминающегося, веселого? Это болельщики, которые всегда полные трибуны бывают. И вот очень много огня бывает внутри, чтобы поддержка очень большую роль тоже играет. Им тоже спасибо. Будем радовать еще. Спасибо. Спасибо. Итак. Продолжение следует...